Русский танец «Лето», «Татарочка-Черноморочка», «Сиртаки» и «Яблочко». Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступил в Севастополе впервые с 2014 года. Концерт прошел на сцене Дворца культуры рыбаков. Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева был создан в 1937 году и стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом. Его основатель – один из лучших хореографов 20 века. Мы были всегда первые, но сейчас санкции, поэтому мы ездим только по России. Надеемся, что все это закончится. Для меня лучше ансамбля нет. И Игорь Александрович – это гений, настоящий гений, который прожил 111,5 года. Ансамбль народного танца представил севастопольскому зрителю также калмыцкие и молдавские танцы, старинную городскую кадриль из цикла «Картины прошлого» и новый адыгейский танец для патет. Концерт прошел в рамках восьмого международного фестиваля оперы и балета «Херсонес». Его организаторы – «Русские сезоны» и «Вижен-медиа-центр» в сотрудничестве с музеем-заповедником «Херсонес-Таврический». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России и правительства Севастополя. Во-первых, непростые условия. Несмотря на это, наш фестиваль состоялся. И вот я сейчас только что сказал слова благодарности руководителям ансамбля, потому что, конечно, дорогого стоит, что не побоялись, приехали. Фестиваль оперы и балета «Херсонес» был и остается визитной карточкой Севастополя и брендом «Херсонеса». Я, во-первых, хочу поблагодарить и Министерство культуры, что несмотря ни на что фестиваль состоялся. И правительство города, и ДКР, и Департамент культуры, который так подхватил эту задачу, эту проблему и быстро ее решил. В этом году фестиваль оперы и балета проходит на сцене Дворца культуры рыбаков по соображениям безопасности. Зрители уже смогли увидеть всероссийскую премьеру балета «Грозовой перевал» и концерт классика Игоря Моисеева. С 8 по 9 августа для севастопольцев и гостей города выступит Московский театр Олега Табакова. Артисты покажут спектакль «Матросская тишина». Редактор субтитров А.Семкин